ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приложение очень простое, пользователь выбирает язык, с какого и на какой нужно перевести, наводит смартфон на текст и через секунду появляется готовый перевод. И для этого не нужен интернет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас многие озаботились о качестве своего сна. Создатели приложения Sleep Genius подошли к данному вопросу очень серьезно. Их советами пользуются даже астронавты NASA. Приложение позволяет улучшить качество сна. Делается это благодаря особым звукам и мелодиям, для создания которых разработчики провели множество исследований в области нейропсихологии, теории сна и музыки. В приложении несколько основных функций – будильник, 4 программы сна и короткий сон. Присутствует также режим для детей, которые страдают бессонницей. В магазинах приложений Apple и Google присутствуют всевозможные читалки электронных книг, но зачастую они не соответствуют многим критериям. Приложение Bumpk сочетает в себе как широкий функционал, так и симпатичный интерфейс. Кроме основной функции, приложение включает в себя социальную платформу для общения пользователей, сервис точных рекомендаций книг на основе прочитанных и понравившихся произведений. Все книги, заметки, рецензии и прочая информация хранятся на сервере, и для возобновления чтения на другом устройстве достаточно запустить приложение под своей учетной записью. Как бы это парадоксально не звучало, но разработчики следующего приложения рекомендуют отложить телефон подальше. Notifier создан для тех, кого раздражают уведомления. Особенно это остро ощущается во время работы за компьютером в офисе. Уведомления зачастую отвлекают нас от действительно важных дел, Чтобы начать работу, необходимо установить два приложения. Одно на компьютер, другое на телефон и включить Bluetooth. После этого, как только на телефон придет уведомление, оно сразу же переадресуется на компьютер. На нем в любое время можно будет их просмотреть. Наша загрузка подошла к 100%. Новые файлы мы начнем качать ровно через неделю. Заходите на наш сайт rostovlive.ru в раздел «Стопснято». До следующего обновления. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова